Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем вам о самых ярких событиях этой недели. И вот чем особенно запомнились последние дни. Трагедия, от которой до сих пор больно. В Самаре вспоминали полицейских, погибших в пожаре. Утро началось не с кофе, а с запаха газа. Кто виноват? Медведь обоснуется в Самаре. С этого года самый быстрый в мире турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец будут модернизировать только на авиакоре. Идет охота на браконьеров. Идет охота. Наш корреспондент вместе с силовиками на вертолете отправилась в рейд. На выставке Ван Гога. Гоген – главный экспонат. У самарцев есть уникальная возможность увидеть, чем закончилась роковая встреча двух гениев. 10 февраля в Самаре вспоминали страшную трагедию. 18 лет назад сильнейший пожар уничтожил здание областного управления внутренних дел. На рабочих местах в тот момент находились почти все сотрудники. В итоге 57 погибших и более 300 пострадавших. Хронику событий того трагического дня в истории Самары восстановит Валерия Макарова. Потом следователи установят, пожар начался в 75-м кабинете на втором этаже из-за брошенного окурка. Небольшое с начала возгорания пытались потушить своими силами, но безуспешно. Вспыхнули деревянные перекрытия и вскоре горел уже весь дом. Люди на верхних этажах оказались отрезаны от выходов, а их в огромном здании было всего два. Анна Красова уцелела чудом. Незадолго до трагедии отпросилась встретить дочку из школы и обратно уже не зашла. Здание окружили пожарные, спасатели и медики. Скорые уже машины, и я наших девочек искала. И вот так вот заглядываю, говорю, господи, что же привезли. Я говорю, мишки что ли какие-то с картошкой, уголь что ли тут был. А это были первые трупы. Единственное, что можно было по сапогам определить, что это были женщины. Не могли в это поверить никто. Все еще надеялись, может кто-то где-то найдется. Может кто-то попал в какую-то другую больницу. Может просто неизвестно. Помните, были надежды какие-то. Те, кто мог, спасался через окна, но на многих были решетки. Пожарные лестницы не доставали до верхних этажей. Чтобы покинуть здание, некоторые скручивали канаты из штор. Или просто выпрыгивали из окон. У нас спецназ Уиновский без команды побил сбор. И все прибыли в спецназ. А понимаете, спецназ ложился живым. На землю ложился и люди прыгали на него. Бывало, что к некоторым они жизнь спасти. Трое суток почти без сна провел на том пожаре Виктор Вадиленович Шейн. Сначала спасая людей из горящего здания, а потом разбирая обломки. Начальник противопожарной службы сам вывел 15 человек. Там же получил два перелома, черепно-мозговую травму. А после представлен в государственной награде за спасение людей, как и многие его коллеги. Так люди все рвались, потому что трагедия наших товарищей, наших друзей. Всех это было, конечно, тяжело. После пожара крыши все перекрытия рухнули. Здание решено было снести. И на его месте появился мемориальный комплекс часовней. Каждый год здесь собираются родные, близкие и друзья погибших. К вечному огню возлагают цветы и вспоминают коллег. Валерия Макарова, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События. Евгения Самсоника, изнасиловавшего школьницу, признали виновным и приговорили к 11 годам в колонии строгого режима. Также подсудимый возместит потерпевший материальный ущерб и моральный вред на общую сумму 225 тысяч рублей. Это решение вынес Советский суд Самары. Напомним, 9 октября злоумышленник ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, а затем затащил в здание заброшенного морга, где изнасиловал и ограбил. Адвокат Евгения говорит, что его подзащитный не согласен со строгостью приговора и собирается его обжаловать. С данным решением мой подзащитный не согласен. Считает, что его строго наказали. Кроме того, он не согласен с квалификацией данного приговора. На момент совершения преступления он не знал и не предполагал, что потерпевший является несовершеннолетним. В пятницу в Самаре рано утром стоял резкий запах газа, причем в разных точках города. На неприятный запах в воздухе жаловались жители из разных районов. Больше всего из Куйбышевского. Что произошло и есть ли опасность для горожан, выясняла Олеся Карецкая. Утро для многих самарцев началось не с кофе. Они почувствовали в воздухе запах серого водорода. Больше всего жалоб поступило из Куйбышевского района. Резкий запах бытового газа в атмосфере отметили также жители промышленного, Октябрьского, Советского и Ленинского районов. Чувствую что-то не то, но вообще-то так дышать можно. Ну вот как будто газом пахло. Да, да, чуть-чуть вроде, чуть-чуть. Потому что чуть-чуть чувствуется несвежее. Тем более, что снег идет. Сейчас вообще должно быть озон один. И этого пока не наблюдается. Дело в том, что я вот недавно вышла, но мне все равно вот есть такое какое-то ощущение, что что-то есть, вот какой-то запах. В Приволжском центре мониторинга загрязнения окружающей среды воздух проверяют каждый день. Берут пробы вечером, ночью и утром. По результатам анализа выявлено только один случай превышения нормативов ПДК по сероводороду в Куйбышевском районе сегодня в 7 утра. Концентрация составила около двух ПДК. Все остальные ингредиенты, присутствующие в атмосферном воздухе, содержались в пределах нормы. В общем-то, это повышенное состояние относительно общераспространенного уровня загрязнения, но не критическое. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе отрицают, что неприятный запах связан с их предприятием. Уверяют, сверхнормативных, аварийных и залповых выбросов вредных веществ КНПЗ не производила. Цитата. Фактов превышения предельно допустимых концентраций не выявлено. Меж тем, эксперты говорят, небольшое превышение сероводорода в воздухе человеку и экологии серьезного вреда не причинит, но может быть опасно для людей с хроническими заболеваниями легких и сосудов, аллергиков, астматиков и гипертоников. Специалисты советуют по возможности не выходить на улицу, закрыть окна и ждать, пока воздух не очистится от скоплений опасных веществ. Что и произошло после полудня. Резкий запах над городом почти выветрился. Этому поспособствовал атмосферный фронт, который надвигается на Самару. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Чтобы сразу определить, откуда утечка, самарские ученые создали уникальный по своим параметрам измеритель веществ. Мобильный газовый хроматограф даже в пылевых условиях за несколько минут выдает точные данные о присутствии вредных веществ в воздухе, воде и почве. Позволяет выяснить, есть ли опасные соединения в строительных материалах и даже определить, болен ли человек шизофрении. При этом он работает в десятки раз быстрее существующих аналогов. Марина Кравцова узнала, станет ли самарская разработка мировым прорывом в химических измерениях. Вычислить и проанализировать практически все. Газовый хроматограф – неотъемлемый атрибут в работе множества специалистов. Сфера применения от нефтяной промышленности до экологического мониторинга. На поток поставлены достаточно громоздкие приборы. Измерения на таких проводят в лабораториях. Ученые из Самарского университета выводят науку из стен кабинетов. Они изобрели микрохроматограф. Тот же прибор, но гораздо меньше и удобнее в применении. Нанотехнологии в действии – это хроматографическая колонка. Один из основных элементов анализатора. Изобретение самарских ученых. Такая маленькая пластинка, которая заменяет собой вот эту объемную катушку. В том числе за счет этой технологии удалось превратить 25-килограммовый объемный шкаф в компактную коробочку, которая может заменить собой целую передвижную экологическую лабораторию. Изобретение в работе молодые ученые демонстрируют на примере простой зажигалки. Пробу отправляют в аппарат, и на экране компьютера появляется график. Он показывает наличие и соотношение двух видов газов в жидкости. Быстрота реакции – еще одно преимущество самарской разработки. Если в обычном хроматографе среднее время анализа 15 минут, то компактная новинка справляется с тем же заданием всего за полминуты. Прибор позволяет определить состав нефти и газа, качество строительных материалов, поможет узнать криминалистам, был ли совершен поджог. Передовая разработка уникальна и для медицины по выдыхаемому человеку воздуху. Можно узнать, принимал ли он допинг и даже наличие у пациента шизофрении или сердечно-сосудистых заболеваний. В перспективе микрохроматограф хотят поставить на крыло. Измерения можно будет проводить и в опасных условиях. Фактически мы производим сейчас самый легкий в мире газовый хроматограф. У нас даже существует проект поставить его на КВД-коптер. Мы можем поставить ему программу, он будет сам проводить облет какого-то предприятия и отсылать данные непосредственно операциям. Самарский прибор в зависимости от назначения весит от 500 граммов до 2 килограммов. Мобильной версией уже заинтересовались экологи из регионов Приволжского федерального округа. Разработчики обещают, что новинка, ко всему прочему, будет на порядок дешевле зарубежных аналогов. Марина Кравцова, Василий Калдашов, События. На минувшей неделе в Самаре стояла аномально холодная погода. Температура воздуха была на 9 градусов ниже климатической нормы. Сотрудники МЧС жителей в беде не бросают. Для водителей на трассе развернули мобильные пункты обогрева, где можно выпить горячего чаю и даже пообщаться с психологом. Насколько тепло в этих пунктах, проверила Алина Чемерис. 30 километров от Самары, дорога на Саратов. Мобильный пункт обогрева развернули сотрудники МЧС. Здесь рады всем, кто желает спастись от аномальных морозов. На улице минус 20, но из-за ветра по ощущениям гораздо холоднее. Спасение для тех, кто не хочет замерзнуть на трассе, пункт обогрева. Здесь можно не только согреться, но и перекусить с дороги. В меню гречневая каша с тушенкой, горячий чай, спасибо большое, и булочки. Для всех тех, кто рискует вот-вот остаться без связи, есть возможность зарядить телефон. Предоставляют не только розетку, но и зарядное устройство. Водители здесь гости частые. Владимир и Дмитрий гостеприимством остались довольны. Ну и к целесообразному, конечно, мне не ставить. На трассах они нужны. Спасибо, кстати, очень. Товарищи офицеры помогли. Чаек сладкий, если вы видите. И плюшечка мягкая. Пункты обогрева с наступлением холодов сотрудники МЧС на самарских трассах выставляют уже третий год. Сейчас температура на 9 градусов ниже климатической нормы. Здесь в обязательном порядке дежурят врач и психолог. Говорят, пока пациентов не наблюдается. Но к тому, чтобы оказать помощь, готовы всегда. Люди также получают острое стрессовое расстройство. Это повышение тревожности, может апатия, может агрессия. То есть все, что входит в острое стрессовое расстройство. При необходимости мы оказываем психологическую помощь. Пункт обогрева, он и является каким-то частью снятия стресса. Это теплое питье, это, может, доброе слово, позитивный настрой. В мобильный пункт можно обратиться и за технической помощью. Здесь есть даже спецтехника, готовая оперативно выехать на место ЧП. Под чутким контролем и дальнобойщики. Сотрудники МЧС связываются с ними по рации, чтобы в случае чего предложить помощь. Но все же чаще всего водители в пункт обогрева наведываются сами. Наш мобильный пункт обогрева посетило 18 водителей. Из этих 18 водителей, одному водителю мы помогли заменить колесо, другому водителю помогли подкачать колеса, потому что в связи с понижением температуры колеса были спущены, и, соответственно, у него не оказалось с собой насоса, и мы, соответственно, ему оказали такую незначительную, но техническую помощь. Всего в регионе подобных пунктов обогрева два, второй находится на 974-м километре федеральной трассы М-5. Они будут работать, пока не отступят аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, холода продлятся минимум до конца недели. Алина Чемберс, Григорий Плешаков, События. Медведи возвращаются в Самару. Эксклюзивное право на модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95 получил Самарский авиационный завод. Уникальные ракетоносцы сделают еще совершений. Этот проект должен стать ведущим для завода. Подробности оборонного госзаказа узнала Марина Кравцова. Уникальный по множеству параметров дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС прочно обосновался в Самаре, родном для него городе. Именно из цехов Куйбышевского авиационного завода и вылетали крылатые медведи. Ту-95 «Медведь» – самый быстрый турбовинтовой стратегический бомбардировщик в мире. Самолету принадлежит масса рекордов, в том числе по длительности нахождения в воздухе – 42 часа. И на Самарском заводе этих уникальных рекордсменов делают еще лучше. Здесь проводят работы по повышению ресурсных показателей и надежности, а также улучшению боевой эффективности самолетов. И с этого года модернизировать «Медведей» будут только в Самаре. Сколько именно бомбардировщиков предстоит доработать, держат в секрете. Но в ближайшее время проект по Ту-95 полностью должен компенсировать приостановленный проект по Ан-140. Сейчас модернизация боевых машин – это около трети всей загрузки авиакура. К 2018 году планируют выйти на 60%. Самарское предприятие отстояло эксклюзивное право на эту работу. Мы являемся держателями конструкторской документации. У нас здесь есть филиал КБ «Туполев». Ну и плюс наши показатели по модернизации этого самолета обратили внимание основного заказчика Министерства обороны, который определил нашу площадку как одну из ведущих. Для оборонного ведомства в Самаре продолжат готовить и Ту-154. В этом году капитальный ремонт пройдут 4 самолета. Три уже на заводе, еще один прибудет в ближайшее время. Этот ремонт тоже особенный, с дополнительными работами по улучшению пилотажно-навигационных свойств. В машины внедряют новейшие разработки конструкторов. А вот гражданские заказы пока составляют лишь малую толику загрузки предприятия. На 10-15 военных самолетов приходится только один гражданский. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Им сверху видно все. За теми, кто нарушает правила охоты, следят с вертолета. В рейд по угодиям вышли сотрудники Росгвардии и Департамента охоты и рыболовства. В 2017 году это их первая проверка с воздуха. Из полутора десятков человек нарушителями оказались двое. Что ждет недобросовестных охотников, теперь знает и Алина Чемерис. Не волшебники и не в голубом вертолете, но появляются внезапно. Едва солнце выходит из-за горизонта, пилот заводит двигатель. На борту сотрудники Департамента охоты и рыболовства, Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и бойцы СОБРа. Сегодня вылетают в область проверять, соблюдают ли закон охотники. Первого из них замечают спустя несколько минут. У Евгения Зубова все документы в порядке. Из снаряжения только лыжи, бинокль и ружье. Говорит, охотится уже почти 20 лет. Правила не нарушает. В январе завершился сезон охоты на кабана. Сейчас добывать можно только лису и зайца. Затем, чтобы все правила соблюдались, следят егери. Они регулярно патрулируют угодья. У меня есть камера, снять на камеру. В первую очередь снимаешь на камеру. Если один без камеры, ничего не делаешь. Должна быть в виде съемки. Боятся немножко, все уже меньше как-то ждут вертолета, особенно в выходные. Это помогает здорово. Сегодня желающих поохотится много, вертолет снова садится. Андрей Нурматов возвращается с добычи, подстрелил зайца. По правилам, каждое добытое животное нужно отмечать в документах. Охотникам дается норма на сезон. Превышать ее нельзя. Андрей отметку не поставил. Теперь ему выписывают протокол. Мужчина говорит, заяц в этом году первый. Еще два. По норме три штуки за сезон. Почему отметочку-то не поставили? А потому что ручки нет у меня с собой. Под особым контролем силовиков и сотрудников департамента охоты люди на снегоходах. Говорят, этот вид транспорта обычно используют браконьеры. Охотников на снегоходах заметили с воздуха. Вертолет приседелся в Бочеглушевском районе. По закону этот вид транспорта можно использовать только для того, чтобы добраться до места охоты. Стрелять в него хотите уже и в стену. За стрельбу по животным со снегохода нарушителям грозит уголовная ответственность. У этой компании ничего подозрительного проверяющие не нашли. Обнаружили только одно нарушение. Охотник перевозил ружье в заряженном виде. Оружие до момента охоты должно быть разряжено. Для исключения случаев травматизма, нанесения травм, увечья. При охоте гражданин обязан иметь с собой разрешение на оружие. Охотничий билет, который дает право гражданину находиться в охотничьем угодье в сезон охоты с оружием. И, соответственно, путевку на охоту, выписанную на добычу определенного вида дичи. За нарушение правил транспортировки оружия у владельца могут конфисковать. В прошлом году сотрудники Росгвардии выезжали с проверкой в места охоты почти 200 раз. Совместно с представителями Департамента охоты и рыболовства выявили свыше 80 нарушений. Изъяли 4 единицы оружия, троих человек лишили право на добычу дичи. Рейды с привлечением бойцов СОБРа и авиаотряда в Росгвардии планируют проводить и далее. И это касается не только незаконной охоты. Говорят, когда сверху видно все, за порядком следить проще. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Летучие мыши браконьеров не боятся. В Самарской области открылся музей, посвященный жизни этих удивительных зверьков. В Самарской луке обитает 18 видов летучих мышей. С давних времен они считались одними из самых загадочных животных. Они вызывали опасения, страх и при этом огромный интерес. Правду о летучих мышах расскажет Марина Матвеевшина. Зимой Ширяевские штольни становятся прибежищем самой большой популяции летучих мышей в Европе. В это время в пещерах спят 34 тысячи особей 8 видов. От самых маленьких ночницы весят 5-6 граммов до крупных. Гигантская вечерница достигает 40 граммов в весе. Работники национального парка Самарской лука всеми силами стараются сохранить покой зверьков. И просят не посещать штольни зимой. И уж тем более не разводить там костры. Если температура окружающего воздуха в пещере поднимется хоть на градус, мыши просыпаются. На это тратится очень много энергии, жировой запас уменьшается и есть риск не дожить до весны. Подробности из жизни этих загадочных зверьков рассказывают в музее летучей мыши в Ширяево. Не нужно беспокоиться совершенно и бояться этих, главное, животных не нужно. Мне вот мама рассказывала о том, что как же там летучими мышами ты занимаешься, смотришь на них. Они же залазят в ухо и выпивают у тебя кровь. Я говорю, откуда это взяли? Такие мифы и есть. Они сейчас нападают. Но те люди, которые посещают наш музей, они после этого говорят, ну мы все, мы точно животных своих не будем трогать. Летучие мыши-зверьки очень редкие и нужные. В тех местах, где они живут, резко улучшается состояние леса, говорят ученые. Мыши питаются насекомыми и защищают деревья и кустарники от вредителей. На самих мышей охотятся лисы, ласки и куницы. Особенно летом, когда мыши спят на открытом воздухе. Чтобы обеспечить спокойный отдых летучим мышам днем, по всей территории развешивают вот такие домики. Скворечники для летучих мышей. Сюда помещается до 13 особей. Снаружи скворечник гладкий, а внутри шершавый, чтобы мышки могли спокойно цепляться. Музей летучей мыши работает круглый год. Здесь можно поближе познакомиться с жизнью и особенностями этих зверьков. И два раза в год действует тур «Ночь летучих мышей». Желающие могут увидеть, как ученые отлавливают животных, взвешивают их, крепят специальное кольцо на лапке для дальнейшего изучения. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Встретились два хищника. В Самарский зоопарк привезли детеныша канадской пумы на встречу со своим младшим братом. За семь лет в Самарском зоопарке родилось семь пум. Шестеро из них выступают в цирке в единственном в России представлении с этими большими кошками. За встречей пушистых родственников наблюдала Олеся Корецкая. Двухлетний непоседа Максимус в ожидании. Скоро приведут старшего брата. К морозу привык, спасает густой подшерсток. Его старший брат Ник вырос в тепле, поэтому не такой пушистый и меньше размера. Долгожданная встреча братьев пумят состоялась. Ник на правах старшего брата повел себя сдержанно. Чего не скажешь о Максе. Он все-таки малыш, поэтому весело прыгал. Хоть и родные, а все-таки хищники. Поэтому встреча через решетку. Животных в Самарском зоопарке дрессировщики Владимир и Наталья Исайчева навещают в каждый приезд. И всегда привозят своих хвостатых воспитанников. И пумы у них в номере только наши. Все шесть пум, а пумы у них шесть. Это приплод двух лет, десятого и одиннадцатого годов. Я, насколько знаю, это, наверное, единственный зоопарк у нас в России, где вот так вот приезжают, кстати, не первый раз, в гости циркачи с бывшими нашими животными. Исайчевы, единственные в России, работают с пумами. Животные подвижные, сильные, могут прыгать на шесть метров в длину. Эти кошки не отзываются на кис-кис, только на свои имена. Хорошо реагируют на знакомый голос. С животными, которые родились в зоопарке, работать легче, признается Наталья. Увидел, да? Увидел, брат. Самая, наверное, лучшая кошка. По ней видно, что у нее в данный момент в мозгу происходит. То есть, если она увидела объект, то у нее сразу можно по глазам прочитать. Ник – самый невозмутимый и ручной представитель пум. В тепле и вовсе потерял интерес к происходящему. Великодушно подпускает к себе всех для фотографии. Для самых маленьких – викторина и розыгрыш билета на цирковое представление. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Без лабутенов и восхитительных штанов. На выставке Ван Гога и Гогена дресс-код не предусмотрен. У самарцев есть уникальный шанс познакомиться с творчеством двух гениальных художников. Оба не были признаны при жизни. Голодали, испытывали финансовые трудности. В остальном их разделяло практически все. Почему их встречу считают роковой для обоих художников, расскажет Марина Матвеевшина. Почти девять с половиной недель. Именно столько прожили вместе два непризнанных при жизни гения – Винсент Ван Гог и Поль Гоген. Все эти дни они работали без отдыха, обмениваясь полотнами и идеями. При этом с трудом перенося друг друга. Это время оставило настолько глубокий след в творчестве и жизни двух художников, что его называют роковой встречей. Все начиналось как идиллия полной надежд и творческих восторгов, а обернулась кровавой драмой. В момент помутнения рассудка Ван Гог отрезал себе ухо. Это официальная версия. По другой версии это сделал Поль Гоген во время ссоры с Ван Гогом и за женщинами. Но в любом случае, как бы то ни было, именно после этого Поль Гоген решил окончательно. С Ван Гогом он жить больше не в состоянии. После этого Гоген отправился на Таити, а Ван Гог спустя два года застрелился. Буквально за несколько часов до самоубийства он закончил картину «Вороны и поле». Работы обоих художников можно увидеть в Самарском художественном музее. Это не оригиналы, а литографии и ксилографии, выполненные в Америке в середине 20 века. Но задача этой выставки не явить сами вещи, которые, естественно, находятся в других местах, а показать квинтэссенцию творчества Ван Гога с его сложным миром. В том зале работы Поль Гогена. Талант обоих художников проявился не только в живописи. Ван Гог оставил после себя большое эпистолярное наследие. Особенно цены его письма к брату Тео. Интерес представляют мемуары Гогена и его исследовательский труд о таитянской культуре и мифах. Все работы на выставке сопровождаются текстами только от первого лица. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok